МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие коллеги, я хотел начать свое короткое выступление с небольшой репликой Валентину Бодраку. Устойчивое заблуждение о том, что на Украине должны получать более низкую зарплату, приводит к перетопу кадров, которые наносят на самом деле самые губительные последствия для экономики Украины как в среднесрочной, так и в дальнесрочной перспективе. Если мы так дальше будем рассуждать, то мы с вами никакой стратегии, никакого эффекта для экономики от оборонной промышленности не получим. Я на своем примере могу сказать, я кроме того, что депутат, я являюсь промышленником и акционером крупных машиностроительных компаний, которые в том числе имеют и оборонную направленность, поэтому я знаю не понаслышке ситуацию в оборонном комплексе, в отдельных отраслях этого комплекса. И хочу вам сказать, что сегодня мы активно заняты тем, что до 25 тысяч гривен платим людям, которые уехали в Польшу, для того, чтобы их лезть. Классных специалистов оборонного комплекса – это рабочих. Я уже не говорю за инженера. Инженеры, думаю, значительно тяжелее. Потому что инженеры, как правило, уезжают в семьи. А рабочие могут уехать на какой-то период. Поэтому с этой тенденцией надо раз. Теперь касается то, что касается сегодняшнего тема. Я считаю, что прежде всего нужно начать с ситуации, которая у нас сложилась в общественном оборонном, с оборонными заказами в Украине. Говорить о важности сегодня оборонной отрасли, если события не на Востоке, если здесь важности для развития промышленности не приходит, то, я думаю, здесь все вы единомышленники. Я хочу отметить следующие вещи. У нас существует полный разрыв между Украинской оборонной промышленности. Он заложен институционально на основе того, что у нас отсутствует у Министерства промышленной политики, которое могло бы это дело координировать. А МЭР, в силу задач, которые на него свалили, не может в полной мере координировать и промышленность, и оборонный комплекс. Не побоюсь этого сказать, что огромное количество непрофессиональных людей, которые нахлынуло в оборонный комплекс в последнее время, оно привело к тому, что многие предприятия оказались или на грани банкротства, или не загружены. И, на мой взгляд, сказалось полное отсутствие статического планирования. Многие проблемы зашиты сегодня внутри так глубоко, что нужно потратить огромное время, чтобы их вытащить, рассмотреть и понять, как с этим дальше жить и работать. Многолетними наслоениями непрофессиональных решений в этой сфере. Я не хочу приводить конкретные примеры. Я думаю, мы здесь все профессионалы, все прекрасно знаем историю бельгийской бронёй, российского производства, которая почему-то заполонила украинский рынок. И многими-многими другими примерами, которые отбросили бронетанковый комплекс, который точно имеет право на лидирующие позиции, точно имеет практически все критические технологии, как мы выражаемся, которые нужны для этого. Но, к сожалению, он больше, чем полтора года простоял, не выпуская вообще на выкидку, решая какие-то внутренние проблемы. Итак, мне кажется, что на этом этапе прежде всего нужно понять, что нужно сделать, для того, чтобы открыть для частного капитала, украинского, прежде всего, для частных инвестиций, для частной инициативы, оборонного отраса. И сшить ее с тем промышленным потенциалом, который есть. Я уверен, что сама по себе оборонная отрасль может дать приблизительно с тем 7% роста экономики, который сегодня так важен для Украины. И здесь мы имеем колоссальный потенциал. Я хочу сказать, даже на примерах тех предприятий, еще раз повторяюсь, в которых я являюсь акционером, мы практически частная компания, единственная, кто сохранили критические технологии в определенных секторах. В то время как государственные предприятия об этом даже не задумывались. Стремительно растрачивали как кадровый потенциал, так и технический потенциал. И не сумели даже это нарастить за годы ведения Державоронзамок. Потом я хотел следующее сказать. Нужно выходить от советских шаблонов в области планирования и распределения Державоронзамок. Когда мы все думаем в масштабах года, ведения ОКР, которые финансироваться, должны мы 3-4 года впервые. Почему они не являются предметом открытых дискуссий и обсуждений? Ведь те же самые советские и украинские инженеры, работая в Израиле, в Германии, в Штатах, создают блестящие образцы техники, которые будут способны ненормально. Мы тратим сегодня миллиарды, которых у нас не хватает, на обучение специалистов, чураемся, что они работают в частном секторе. В результате чуть ли не молимся на то, чтобы нам дали западные отрасли вооружения, которые мы сами можем создавать. Это абсурд. На самом деле, то, что сегодня происходит с нашим-то потенциалом в оборонной и промышленной области. Когда мы могли занимать лидирующие позиции во многих отраслях, как в фронтанковой, ракетной, авиационной и так далее, имея, не хочу перечислять, какие-то предприятия, которые сегодня находятся на Украине. Поэтому было точное планирование, открытые конкурсные процедуры, изменения в законодолжанных закупивлях, масштабное привлечение частного капитала. Прежде всего, давайте привлечем свои инвестиции. Если свои инвестиции не войдут, частные, никогда не войдет никакой инвестор. Вы посмотрите, возьмите любой банк иностранный. Он профинансирует украинское предприятие в скот болезненные контракты. Это никогда в жизни. Он будет как черт от лагана отбежать. А почему? Потому что все прекрасно понимают, что непредсказуемое поведение украинского оборонного, невыполнение своих обязательств, непрозрачные процедуры закупки. Все это не позволяет говорить о каком-то долгосрочном для банков планеты. А банки – это первый индикатор того, что будут идти инвестиции или нет. Если западный банк прокредитует частное украинское предприятие под контракт у Карабронпрома, можно не создавать ничего особенного. Завтра туда придет западный капитан. Это маркет во всем мире того, куда будут двигаться деньги. И, к сожалению, мы не сумели вот эту скорлупу разрушить, а живем какими-то браватами постоянно, о том, что все у нас здорово, и мы говорим о мощи, хотя внутри эта мощь серьезно подточена вот теми вещами, о которых я сейчас говорю. Особое внимание я хотел обратить некоторым отраслям, которые считают, ну просто необходимо уделить, учитывая высокий уровень сегодняшней конференции, это дизельностроение. Мы потеряли, к сожалению, гражданское дизельностроение на Украине. Но у нас осталось дизельностроение на Малышево. И когда, если мы хотим сохранить бронетанкового возраста в том виде, в котором он и есть, нужно вычленять куски государственных предприятий и развивать их на основе частного государственного партнерства. Пока осталась школа, пока остались КБ, пока остались остатки промышленного производства, потому что еще, я думаю, год-два и мы полностью лишимся этого. Нам нужно сегодня обратить внимание и иметь прозрачный перечень как критических технологий, так и целей в создании продуктов, которые привлекут в себя, еще раз повторяюсь, частных инвесторов. И на основе частного государственного партнерства можно будет развивать и технологии, и будущее производство продуктов. И примеры, которые сегодня существуют в мире, доступ частного капитала к рынкам вооружений, как локальных, так и экспорта, говорят-то, без частного капитала ни одна страна в мире не достигла те цели. Ни Америка, ни Германия, ни Франция, ни Израиль, ни Южная Корея, все эти страны работали не только на основе частного государственного партнера, а самое главное, в открытой конкуренственной среде, которая является стимулом. Вот по рынку у меня все. Спасибо. Уважаемые. Субтитры подогнал «Симон»